Зимой там был снеготвал, а теперь свалка. Буквально за несколько месяцев территория на окраине Затулинки стала напоминать декорации к фильму «Буратино». Это поле чудес, занимает почти полкилометра. Люди волнуются, не станет ли в Левобережье одним мусорным полигоном больше. Когда-то здесь была полевая дорога. Луга, конечно, не зеленели, но с тем, что творится сейчас, не сравнить. Снег еще не растаял даже в июне. Вокруг образовалось болото, которое здесь останется, видимо, еще на много лет. А сверху все это венчают горы мусора. На площадку для хранения снега эта территория уже мало похожа. Над ледяными айсбергами летают пакеты. Горы кирпичей и досок тоже вряд ли здесь оказались вместе с уличным снегом, который убирали дорожники. В рукотворном болоте хорошо лишь лягушкам. Новое место уже облюбовали дети. Благо, и от дома недалеко есть, где полазить и что пособирать. Постоянно там в этом мусоре дети. Они играют, они жгут. Я вот видела, шла под туннель туда, они жгли провод, обжигали. Ну, представьте, дым, дети. Ну, и никто меры не принимает. Практически полностью уничтожены зеленые насаждения вдоль советского шоссе. Часть из них еще пытается выжить между залой и бетонными блоками. У нас за домом всегда была очень хорошая экологическая, скажем, обстановка. Жили утки. У нас окраина города. Болоца, можно сейчас подойти посмотреть, засохли. Мало того, я не понимаю, кто может подписывать в черте города свалку, когда рядом жилые дома, жилые комплексы. Мало того, через дорогу у нас находится восхнил, лесопарковая зона. Жители боятся, что раз так просто снегоотвал превратился в свалку, то недалеко и до несанкционированного полигона. Тем более, что грузовозы уже протарили дорогу к площадке. Летит мусор, летит, значит, ветер, идут запахи какие-то, причем горит. Вот нынче уже она горела, эта свалка. В ответ на запрос журналистов УТС в мэрии заверили, ДЛ номер 4 обязуется до 31 июля навести санитарный порядок на территории. И больше не использовать данную площадку для временного складирования снега. Однако, пока там никаких уборочных машин жители не видели. Александр Попов, Тарас Тарасов, Новости УТС. Субтитры создавал DimaTorzok